Кто подключился к нам сегодня на вебинар? Меня зовут Дмитрий Федин, компания Soft Engineering Group. Мы занимаемся полным спектром услуг по вопросам, касающимся программного обеспечения ANSYS, подбор лицензий, техническая поддержка и обучение клиентов, а также консалтинговые проекты. Вебинар буду вести я, Дмитрий Федин. Вебинар продлится около часа. Во время доклада просьба держать микрофоны и веб-камеры отключенными. В конце вебинара будет время, когда вы сможете включить микрофон и обсудить с нами интересующие вас вопросы. Тема моего доклада сегодня – моделирование роста трещин в ANSYS Mechanical при помощи технологии SMART. И сегодня мы поговорим о методе SMART, о методе инженерного моделирования, роста и распространения трещин в конструкциях. В течение вебинара я расскажу о методах расчета трещин, реализованных в ANSYS Mechanical, сделаю обзор возможностей технологии SMART с учетом обновления функционала ANSYS Mechanical вплоть до версии 2021.1 и продемонстрирую ключевые возможности SMART на примерах. Это рост трещины в стандартном образце для исследования трещиностойкости. Задача о росте и распространении двух трещин в корпусные детали под действием статической нагрузки. Рост усталостной трещины в зубчатом зацеплении и в лопатке турбины. Для начала вспомним, почему приходится заниматься вопросами механики разрушения, не ограничиваясь определением напряженно-деформированного состояния в конструкциях. В течение срока эксплуатации конструкции может происходить их разрушение. И разрушение часто имеет катастрофический характер и приводит к фатальным последствиям. И часто разрушение происходит вследствие дефектов, трещин, присутствующих в материале и привнесенных в изделие в процессе изготовления и сборки, а также вследствие нарушения условий эксплуатации и базоусталостного разрушения. К сожалению, такие дефекты присутствуют всегда и при проектировании, а также при оценке допустимого срока эксплуатации необходимо учитывать трещиностойкость. Несмотря на то, что основным источником информации о разрушении по-прежнему является эксперимент, все же инженерное моделирование процесса роста трещин позволяет значительно сократить время и прочие затраты на исследование. Процесс разрушения, как он имеет место быть физически и как мы его рассчитываем. На данной диаграмме я постарался вкратце отобразить суть физических процессов, происходящих при разрушении, и то, как это видят ученые, работающие в области механики разрушения и инженеры. Мы знаем с вами, что в кристаллической решетке металлов имеются нерегулярности, дислокации, которые под действием внешних нагрузок перемещаются, объединяются, образуя микротрещины, в конце концов, объединяющиеся в единый фронт, то есть то, что мы с вами привыкли называть трещины. Отличие того, начиная с какого этапа начинается рассмотрение трещин учеными и инженерами, оно зависит от доступных методов исследований. А если ученые наблюдают ее еще на этапе слияния микротрещин, то инженеры принимают, что макротрещина уже образовалась, обнаруживаемая, и на этом этапе они начинают использовать методы механики разрушения. Все председствующие процессы описываются методами усталостной долговечности. А сегодня мы с вами находимся вот здесь, и будем рассматривать методики расчета роста и распространения трещин методами механики разрушения. NCS Mechanical позволяет подойти к оценке разрушения путем, прежде всего, определения места и величины, также направления действия опасных напряжений, с тем, чтобы постулировать трещину и перейти к расчету методами механики разрушения. Что же непосредственно, что касается непосредственной механики разрушения, NCS Mechanical позволяет решать задачи как статики, так и роста трещин при постоянных и переменных нагрузках. При этом расчет может производиться как по известной траектории методом Cohesive Zone Method and Virtual Crack Closure Technique. Это задачи деламинации композитов, например, когда направление слоев материалов известно заранее, а также это, кстати, клеевых соединений. И по произвольной траектории, когда задается только начальное положение форма трещины, а Микенюков автоматически рассчитывает скорость и направление роста трещин в зависимости от нагрузок. Именно этому классу задач и посвящен метод SMART. Он позволяет не только показать, что расчетный параметр разрушения больше допускаемого и трещина будет расти, но и определить направление и расстояние, на которое она вырастет в данных условиях нагружения. Что же такое SMART и почему мы сегодня посвятили ему вебинар? Аббревиатура SMART расшифровывается как Separating Muffin Adaptive and Remission и переводится как разделение, преобразование и адаптивное перестроение сетки. Это означает, что если мы зададим начальное положение положение и форму трещины либо в геометрической модели с использованием Pre-Mashed Crack или в конечной элементной модели в виде полуэллиптической трещины или трещины произвольной формы Orbitery Crack и зададим нагружение статическое или зауставостное, то ANSYS Mechanical автоматически рассчитает параметры разрушения, необходимые для расчета скорости роста трещины, определит направление и величину перемещения для каждого узла рост фронта трещины, перестроит сетку для фронта трещины и окружающей области на основе полученных данных и будет повторять этот цикл пока не реализуется нагрузка или не выполнится условие выхода из процесса расчета по какому-либо критерию. При этом технология Smart достаточно простая в использовании, расчет настраивается буквально в несколько кликов и при этом дает высокую точность. Чтобы не быть голословным, на данном слайде я привел результаты расчета роста и распространения трещины в стандартном образце для испытаний на трещиностойкость с целью верификации оценки точности метода. В качестве справочных значений и параметров разрушения выбраны результаты приведенные в книге, ссылку на которые вы видите ниже. Образец подвергался воздействию симметричной циклической нагрузкой силой 450 ньютон. При подготовке модели к расчету заданы механические свойства и параметры закона разрушения. В данном случае это закон Пэриса. Начальная трещина была задана в модели в виде промешт крэг. При сетке с количеством узлов 20 30 расчет занял примерно 14 минут. В таблице выведены ссылочные значения и расчетные значения это по размаху коэффициента интенсивности напряжения а также по числу циклов нагружения. Соответствующий прирост трещины 0,5 мм. По величине относительной погрешности максимальное значение которого составило 2%. Видим, что относительная ошибка невелика. Что свидетельствует о высокой точности метода SMART при расчете роста и распространения трещин. Здесь следует отметить, что метод SMART поддерживает несколько законов роста трещин при усталостном нагружении. Помимо закона Пэриса учитывающего влияние на скорость роста трещины и размаха коэффициента интенсивности напряжений, есть возможность использовать закон по Волкеру, учитывающий асимметрию цикла и Форману, описывающий поведение трещины в области нестабильного роста. Также есть возможность задавать законы роста по таблично заданной кривой и учитывать скорость роста температуры. Надо сказать, что на момент выхода версии 2021.1 закон Пэриса нам доступен через пользовательский интерфейс Mechanical, а другие возможности реализуются через командные вставки на языке APDL. При этом можно рассчитывать рост трещины как задавая прирост трещины и рассчитывая соответствую числу циклов нагружения. Это метод Lifecycle Prediction, так и наоборот задавая число циклов нагружения и рассчитывая прирост трещины. Это Cycle by Cycle метод. Предпосылки к созданию метода Smart Vance Mechanical появились еще в 13 версии Vance Mechanical. Именно тогда появилась возможность расчета параметров разрушения. Это и коэффициент интенсивности напряжений для линейных задач и J интеграл линейных и нелинейных задач. В последующих версиях параметров разрушения добавились T-Stress, Material Force и C-Integral. В 14 и 15 версии появилась возможность задавать трещину Workbench и с тех пор создание конечноэлементной трещины может быть выполнено как с помощью Mechanical IPDL так и Ensis Mechanical в среде Workbench и сторонними мешерами работающими вместе с Mechanical IPDL. В 16 версии появился Unstructured Mesh Метод о котором следует поговорить отдельно. Дело в том что задачи роста трещин относятся к сингулярным задачам механики разрушения и напряжения на фронте трещины стремятся к беспонечности в таких условиях точные расчеты напряжений параметров разрешения очень сильно зависят от разницы в форме и размере конечных элементов в окрестностях фронта трещины. Наибольшую точность в апроксимации поля напряжения дает структурированная гексоэдрическая сетка. Однако для ее построения требуется очень большая работа с геометрией. Это разбиение тела на простые тела, по которым можно построить аккуратные эксоэдрические элементы. Понятно, что для описания роста трещины автоматизировать этот процесс пока невозможно. Расчет параметров разрушения на неструктурированной сетке ранее приводил к сильно зашумленным данным вследствие нерегулярности. Unstructured Mesh Method это специальный численный метод расчета параметров разрушения в случае, если используется неструктурированная сетка с неуступающей точностью. При этом нет необходимости готовить геометрию модели до известного предела, конечно, что позволяет процесс автоматизировать и перестраивать сетку в зависимости от продвижения трещины. начиная с версии R19 в Workbench появился метод расчета роста и распространения трещин Smart в трехмерных моделях и в дальнейшем становились доступны все новые и новые виды нагрузок. Кик версии 2019 R2 мы можем считать задачи при статических и циклических нагрузках сразу нескольких трещин в одной модели с учетом температурных нагрузок, нагрузок давления, импортированных нагрузок. В версии 2021 R1 к списку возможностей Smart добавилась поддержка расчетной модели контактов, остаточных напряжений, управления плотностью расчетной сетки. В следующей таблице я свел ключевые возможности метода Smart на сегодняшний день, который реализуется как через пользовательский интерфейс S-Mechanical, так и через использование командных вставок на языке APDL. по характеру нагружения статическая нагрузка и расчет по увеличению коэффициента интенсивности напряжения G-Integra доступно сейчас через интерфейс Mechanical и с помощью командных вставок на языке APDL. Что касается расчетов при циклической нагрузке, что касается закона роста трещины, то закон Парриса доступен и там, и там, а все остальные законы, плюс учет зависимости температуры пока доступны только через APDL. Нерегулярные нагрузки при циклическом нагружении пока Mechanical недоступны, однако эту возможность мы несомненно можем реализовать в том случае, если воспользуемся программным обеспечением партнеров Ensis, например, Zencrack, это компания партнер, которая создает программное обеспечение для расчета роста распространения трещин, их программное обеспечение имеет удобный интерфейс Ensis Mechanical, в принципе, мы можем закрыться по этому вопросу применением такой связки ПО. Рост режима нагружения трещины по нормальным нагрузкам мы можем работать и у Mechanical и в APDL, а сдвиговые нагрузки это режимы 2 и 3, они доступны через APDL, вот, мы можем производить расчет с использованием критерии его остановки, вот, по максимальному приросту трещин, этот критерий мы можем задать и в Mechanical с помощью APDL, по максимальному значению коэффициента интенсивности напряжений используем командные вставки. На сегодняшний день интерфейс Mechanical позволяет задавать качестве нагрузок силы, перемещения, давления, инерционные нагрузки, температура, в том числе и импортированные, вот, остаточные деформации и напряжения мы можем задавать через командные вставки, давление на берегах трещины можем задавать и в Mechanical. Так, надо здесь сразу отметить, что рост трещины существенно зависит от напряженного состояния в среде перед фронтом трещины, и для исследования роста трещин вблизи сварных швов и наплавок должны приниматься в рассмотрении остаточные напряжения, возникающие в процессе сварки. Вот, и в версии 2021 уже есть возможность задавать остаточные напряжения, посчитанные предварительно, так, и задавать их путем задания начального напряженного состояния через команду Inistate, так, позволяет импортировать в расчет методом Smart начальные напряжения через стандартный файл с расширением EST. Вот, возможность реализуется путем экспорта тензора напряжения из расчета остаточных напряжений, вот, с последующим импортом в расчет методом Smart. Вот, Mechanical преобразует напряжение в деформации и в дальнейшем импортирует и в дальнейшем интерполирует значение на вновь выстраиваемую сетку. Здесь же хотелось показать возможность учета действия давления на берега трещины. Для этого используется нагрузка вида Nodal Pressure. Ну вот, давление на узлы, находящиеся на берегах трещин, вот, они задаются путем выбора узлов, так, через именованную выборку, заданную автоматически при создании начальной трещины. Вот эти выборки. Минс Mechanical на данный момент может считать несколько трещин в одной модели, позволяет получать разделение фронта трещины в процессе расчета. Слияние трещин пока не поддерживается, однако в связке с Encrack данный вопрос действительно просто закрывается. Контакты. Модели, в которых присутствуют контактные взаимодействия, могут настраиваться в Mechanical только с контактами формулировки Bounded, Multiploid Constraint. Это делается с помощью интерфейса Mechanical. Все остальные виды контактов уверяют, что уже в 2021-2022 будут доступны через интерфейс Mechanical, а пока мы работаем с командными вставками. Хотелось бы обратить внимание на то, что сейчас для расчета в методом Smart доступен и прямой итеративный решатель, а также оба режима распараллеливания, которые предлагает Encrack Mechanical. А здесь сразу я хотел бы привести пример расчета роста и распространения трещины при статических нагрузках. Перед нами крышка корпуса с двумя трещинами, расположенными с внешней и с внутренней стороны крышки. Трещины заданы в виде объектов полулептическая трещина. Расчет выполняется в данном случае в два шага. На первом шаге задано действие растягивающего усилия, а на втором подключается температурное нагружение, полученное путем импорта результатов теплового расчета. Цель расчета определить опасную комбинацию нагрузок и выяснить, какая трещина является более опасной. Трещины заданы как полулептические. Здесь положение трещины определено пользовательской системой координат. Фронт трещины задан значением большего и меньшего радиуса эллипса. Задан наибольший радиус наибольшего контура интегрирования, а также размер ячейки сетки на фронте трещины. Задано количество контуров интегрирования и задано автоматическое создание выборок по узлам фронта и берегов трещин. Для настроек расчета роста и распространения трещин нам достаточно выбрать объект Fracture в дереве и в контекстном меню Fracture мы можем выбрать инструмент Smart Growth. В настройках инструмента выбираем прежде всего ту трещину по которой мы будем производить расчет. В данном случае это первая semi-leptical crack полуэллиптическая трещина. В параметре Crack Growth Option это тип нагрузки меняем с Fatic на Static тем, чтобы рассмотреть статическую нагрузку. В качестве критерия разрушения из списка выбираем критическое значение коэффициента интенсивности напряжений либо J Integral в данном случае воспользуемся значением параметра Stress Intensity Factor и зададим значение например 3 на 10 в пятой паскальный метр в степени 05 а здесь же можно выбрать условия остановки вот расчета по максимальному приросту трещины вот а также мы с вами можем настроить автоматический выбор шага расчета по времени это все что касалось по первой трещине делаем копию выбираем из списка вторую трещину при тем же настройках и на этом все настройки метода Smart закончены все делается буквально в несколько кликов интуитивно понятный вот и настройки готовы уже мы с вами можем запустить расчет если мы перейдем в solution information так в режиме solver output нам в процессе расчета будет доступна подробная информация так на каждом шаге расчета мы будем с вами получать трещина перемещение фронта трещины и информацию о процессе перестроения сетки вот на фронте трещины вот в частности сейчас мы с вами видим что для обеих трещин выводится статистика которая включается накоплено максимальное перемещение узла фронта трещины вот и в случае если на шаге интегрирования происходит перестроение сетки мы получаем соответствующую информацию о том какое количество элементов и узлов сетки мы получили при автоматическом перестроении такая относительно несложная модель считается чуть более часа поэтому я предлагаю остановить расчет и перейти к результатам уже в просчитанном варианте вот готовый расчет выведем специальные результаты и общие результаты которые позволяют судить о том как прошел наш расчет по результату по перемещениям total deformation либо же equivalent мы с вами в принципе можем проследить эволюцию трещин так считаем результаты из файла вот и получим картинку так так настроим отображение вот и допустим анимацию и видим вот что внешняя трещина растет вширь уже на первом шаге расчета когда действует только механическая нагрузка вот на втором шаге когда добавлена температурная нагрузка берега трещины разворачиваются вот и трещина прорастает насквозь так на каком-то этапе расчет прекратился то есть алгоритм больше не смог перестраивать сетку с должным качеством уже при этих настройках мы с вами видим что фронт трещина при прорастании сквозь тело разделяется на два что в принципе является большим преимуществом технологии смарт далеко не все программы позволяют считать такие процессы с разделением фронта и тем самым продолжать расчет вот мы видим специальные результаты характерные для расчета методом смарт вот здесь у нас fracture tool инструмент который позволяет вывести специальные результаты вот здесь нам сразу же предлагают вывести значение коэффициента интенсивности напряжения по первой форме нагрузки для начала мы должны в настройках fracture tool выбрать ту трещину по которой мы собираемся выводить результат это первая полуэллиптическая трещина вот а в настройках коэффициента интенсивности напряжения нужно привести в соответствие количество контуров интегрирования у нас это значение составляло 4 4 контура ставим 4 и в принципе мы уже можем с вами вывести коэффициент интенсивности напряжений по фронту разделяющейся трещины так вот по и пюре коэффициент интенсивности напряжения вдоль фронта мы видим что фронт разделился в какой-то момент и смарт продолжал работать здесь в качестве специальных результатов можно также для статического расчета воспользоваться результатом кэк экстеншн это распространение трещины добавим его вот этот результат отображает максимальное перемещение по узлам фронта трещины вот и в принципе по углу наклона линии можно судить о степени влияния комбинации нагрузок на скорость роста трещины так считываем результат так и вот мы видим что в принципе проведя вот разграничив первый и второй шаг по времени мы можем судить о том что при комбинации механической и тепловой нагрузке скорость роста трещины немножко меньше это вот заметно по углу наклона то есть эта скорость немножко меньше чем при действии одной одной механической нагрузки вот выведем через флаг читу результат для второй трещины вот для этого выбираем можем продублировать читу выбрать вторую трещину вот и считать результаты вот и можно теперь с помощью вектор чарт пытаться вывести кривые роста трещин первой и второй трещины в одной модели вот мы с вами видим что несмотря на то что видно что вторая трещина расположенная внутри корпуса при совместном действии нагрузок вот здесь на втором шаге растет интенсивней вот первая трещина все равно остается опасной таким образом пошаговое нагружение с различными комбинациями статических нагрузок позволяет нам судить о факторах влияющих на скорость роста трещин на на протяжении долгого вставки вставки языке пидель в примере который вы видите на слайде решалась задача роста трещины венцовой шестерне при передаче усилия от рейки к шестерне через рабочие поверхности зубьев до версии 2021.1 в такой задаче пришлось деимитировать усилия в зацеплении приложением нагрузок в точке зацепления либо рассчитывать напряженное состояние в общей модели расчет роста трещины осуществлять на подмодели теперь мы можем решать полную модель с любым типом контакта в данном случае был использован контакт с трением и трещиной единственным условием является непопадание области перестроения сетки контактных поверхностей точность расчетов она зависит прежде всего от размера элементов вдоль фронта трещины поэтому алгоритм метода SMART при перестроении поддерживает высокую плотность сетки вот и при продвижении и при продвижении фронта может накапливаться большое количество узлов что приводит к перерасходу вычислительных ресурсов и времени на расчет а с версией 2021 есть возможность использовать команду все групп так и задавать автоматическое разрежение сетки с двумя уровнями интенсивности это агрессив или moderate так средний разрежение сетки среднего уровня интенсивности при разрежении сетки вот высокое разрешение сетки она автоматически поддерживается только у текущего положения фронта трещины в остальной части модели поддерживается глобальный размер ячейки сетки что дает существенный выигрыш в размере модели и следовательно ресурсы времени на расчет расчет зубчатого зацепления выполнен с настройкой команды всеигров conservative и aggressive что соответствует двум вариантам расчета неразреженная и разреженная сетка вот уже по анимированным изображениям вы видите что достигается большая разница в количестве элементов и вот на графике который я привел справа внизу мы видим вот что разрежение сетки формулировки aggressive позволяет более чем на 30% сократить размер нашей модели так в дополнение к разрежению сетки следует учесть возможность выбирать вид и чистоту записи расчетных величин результатов файл результатов вот объем и частота записи данных файлов существенно влияет на производительность расчетов таких как расчет методом smart который осуществляется в тем большого количества шагов и это особенно чувствуется вот в этих расчетах мы получаем большое количество промежуточных данных о структуре трещины и вместе с разрежением сетки функция outres она дает большое поспорье для повышения производительности вот с помощью нее можно контролировать вывод данных базу данных mechanical в качестве еще одного примера удачного взаимодействия метода smart и разрежения сетки я хочу показать задачу росте и распространение усталостной трещины в лопатке турбины лопатки турбин находятся под действием знакопеременных нагрузок и прогнозирование скорости распространения трещин в них имеет очень большое значение вот в этом примере я рассмотрел усталостный рост трещины на поверхности пират лопатки трещина была задана как arbitrary crack то есть трещина произвольной формы вот вид нагрузки усталостное нагружение закон роста трещины закон пейса вот и вычисляется число циклов нагружения при автоматическом выборе минимального и максимального прироста трещины на каждом шаге если сейчас мы посмотрим на нашу модель сеткой мы видим что модель большая вот здесь присутствуют охладительные каналы вот то есть наличие охладительных каналов и сложность формы лопатки обуславливают относительно большое количество узлов сетки мы видим что начальная сетка содержала 143 тысяч 464 узла вот и дальнейшее увеличение количества узлов при автоматическом перестроении сетки крайне нежелательно так как будет приводить к увеличению к значительному увеличению времени на расчет по этой причине я настроил разрежение сетки как moderate то есть средней степени что в принципе должно решить проблему вот и нагрузка смотрела в виде угловой скорости 314 радиан в секунду стинерциальная нагрузка расчет сложный и длительный требует предварительной отладки вот поэтому здесь как бы следует отметить полезность result plot трекеров в объекте solution information которые позволяют в реальном времени отслеживать конфигурацию трещины в процессе роста а также уровни напряжения перемещений по ним мы можем судить с вами что трещина проросла до охладительного канала в результате расчета и фронт трещины разделился на две части вот интересным также будет вывод результатов по берегам трещины для этого мы в результате скопин метод меняем на result файл item так item type будет имя компонента файла результатов вот и вот это вот имя оно соответствует выборке узлов по берегу трещины в ее настройках так сейчас подождем пока считаются результаты вот вы видите нас здесь bottom face notes именованная выборка ее мы и используем при выводе результатов вот и таким образом можем выводить расчетные величины по берегам трещины далее в fracture tool среди специальных инструментов специальных результатов по эпюре вот коэффициенты интенсивности напряжений по первой форме нагрузки видим что его значение продолжает рассчитываться даже после разделения фронта вот и на последнем шаге величина процента интенсивности напряжения остается достаточно высокой вот из специфических результатов применяемых при моделировании роста трещины при усталостном нагружении можно выбрать подчеркнуть общее число циклов нагрузки total number of cycles соответствующих при росту трещины на данном шаге расчета если мы посмотрим на данный результат в окне граф так мы видим зависимость числа циклов нагружения от шага по времени здесь циклы здесь время здесь мы видим что значение стабилизируется где-то в районе 5,5 на 10 9 циклов то есть трещина начинает расти интенсивней это хорошо видно если мы с вами с помощью инструмента chart выведем с вами зависимость максимального прироста трещины от количества циклов нагружения вот и мы видим что трещина подходя к охладительному канаву в принципе теряет стабильность вот а здесь же по результату например по напряжениям так здесь обратите внимание на перестроение сетки в процессе роста трещины как я уже сказал в настройках расчета было выбрано разряжение сетки moderate средней степени вот мы видим что уменьшение размера ячейки сетки в принципе следует за фронтом трещины и общее количество узлов в модели меняется незначительно несмотря на то что как показывает CBLR data перестроение сетки в принципе началось практически со второго буквально со второго шага расчет и при начальном количестве узлов 143462 настройка moderate coarsening позволила сэкономить количество узлов если мы сейчас откроем solution output мы видим что на последнем шаге расчета общее количество узлов после перестроения сетки на последнем шаге расчета составило уже 118 102 то есть в принципе мы получили количество узлов на 37% меньше даже чем в исходной модели в принципе это все что я планировал показать вам на сегодня поэтому подводя итоги могу сказать что на сегодняшний день метод смарт представляет собой мощную технологию расчета роста трещин в трехмерных моделях без использования дополнительного программного обеспечения способная покрыть достаточно широкий круг инженерных задач высокая степень автоматизации метода за счет использования неструктурированных расчетных сеток наряду с разрежением сетки позволяет существенно уменьшить трудоемкость расчетов мы видим что метод предлагает значительно более широкие возможности по сравнению с его предшественником в XFM и если не поддерживаемые методом аспекты расчета критичны в принципе можно использовать дополнительно программное обеспечение например программное обеспечение партнеров компании Ansys компания Zencrack продукт Zencrack с которого у Ansys Mechanical есть специальный интерфейс на этом у меня все если есть вопросы прошу их задать сейчас вот у нас есть вопрос вопрос звучит можно ли в SMART смоделировать зарождение усталостной трещины ответ нет SMART это технология расчета роста и распространения трещин методика лежащая в его основе она предполагает что трещина уже задана это может быть премешт крэк так или semi-elliptical крэк полуэллиптическая трещина или orbital крэк трещина произвольной формы заданная на еще на уровне кат Ansys Mechanical рассчитывает параметр разрешения исходя из конфигурации трещины напряженного состояния в окрестности фронта и определяет направление и величину перемещения для каждого узла фронта трещин и если вопросов больше нет тогда большое спасибо всем за внимание к нашему вебинару и до новых встреч на новых вебинарах вместе с компанией Soft Engineering Group до свидания